Я почувствовал легкое омерзение. По всему телу у меня пробежала дрожь. Машинально я поднял голову, убедиться нет ли надо мной подобной твари. Пойдемте, пока он сыт. Обернувшись к команде, обогнув дерево, корни которого торчали прямо из выступа, мы продолжили свое возвышение. Тропинка, по которой мы, начала расширяться. Кажется, мы поднялись на вершину горы. Аккуратно пройдя вперед, я выглянул из-за большого камня и увидел за ним пещеру с небольшой площадкой перед ней. Вокруг все также было покрыто паутиной. Огромные сети свисали по краям пещеры, а толстые нити тянулись вглубь. Это были сигнальные нити, которые оповещали паука о попавшейся в сети жертве. Оценив обстановку, я сделал попытку пойти вперед. Но меня остановил ботсман, схватив рукой за плечо. Я обернулся и увидел, что команда готовила факелы, сети и мешки. Ботсман взвел курок на пистолете, взглянул на пещеру и подтолкнул меня в спину. Это был безмолвный сигнал начала операции по добыче паучьих яиц. Мы по очереди, тихо, выступили на площадку перед пещерой и уже подошли прямо ко входу, как одна из нитей вдруг задергалась. Вероятно, в сети кто-то попался, самый неподходящий момент. Мы замерли, стоя прямо напротив темной пещеры, от которой так и веяло смертью. Ничего не произошло, и мы на мгновение расслабились. Пронесло, подумал я про себя и сделал шаг вперед. Но вдруг послышался легкий стрекот. Из пещеры выбежал огромный паук, размером больше человека, заметил нас и начал оживленно размахивать передней парой ног. Один из матросов с сетью выбежал прямо навстречу ему. Но при попытке набросить сеть на паука был сбит струей паутины, которая тут же обхватила парня и затянула в пещеру. Меня же с боцманом ждала другая участь. От удара передних лап паука мы отлетели в разные стороны площадки. Один из матросов выстрелил в чудовище из пистолета, но попал ему в лапу. Паук подпрыгнул с громким стрекотом, одним молниеносным движением схватил обидчика и вонзил в него свои клешни с ядом. Паук находился ко мне боком, и, подняв пистолет, я выстрелил ему прямо в брюхо. Паук издал жалобный и одновременно устрашающий писк, свидетельствующий о сильной боли, и, бросив свою жертву, повернулся ко мне. Патрона в пистолете уже не было, а свою здоровенную саблю я выронил при ударе, так что оказался безоружен перед надвигающейся ядовитой угрозой. И тут я услышал крики туземцев, которые раздавались с той же стороны, откуда пришли мы. Из-за камня появился вождь племени. Увидев паука, он показал на него пальцем, что-то крича туземцам за своей спиной. Те выбежали на площадку, присели на одно колено, дунули в бамбуковые трубки с дротиками и попали прямо в гигантское насекомое. Паук дернулся, обернулся и двинулся навстречу новым обидчикам. Туземцы поняли, что превратились из нападающих в мишень и побледнели от ужаса при виде приближающейся огромной мохнатой глыбы. Но тут ноги паука начали подкашиваться, и, не дойдя до врагов одного шага, он рухнул прямо перед ними. Один из туземцев не выдержал, ударил паука бамбуковой трубкой по голове и радостно вскрикнул. Я с облегчением вздохнул и взялся за голову. Взглянув на ладонь, я увидел на ней кровь, которая также была и на камне. — Здорово же паук меня припечатал. Поднявшись, я подошел к вождю. — Спасибо, что помогли нам. Договор был отвести и помочь собрать, а наши люди боятся этого места, не хотят быть съеденными огромными пауками, и поэтому бегут отсюда. Видимо, плата, которую дал боцман их вождю, и впрямь была высока, раз они пришли к нам на помощь. — Мы поможем вам добыть то, что вы ищете, — сказал вождь. Я взглянул на укушенного матроса. — Вы ничем ему не поможете. Яд слишком силен и уже разъел ему все внутренности. Собравшись в группу и обойдя спящего паука, мы зашли в пещеру. В ней стоял специфический затхлый запах. Пройдя немного вглубь, мы увидели матроса, которого паук швырнул сюда. Подойдя к нему, мы убедились, что он тоже был мертв. Ему разбило голову об один из пещерных камней. А поскольку он был лыс, то невозможно было не разглядеть трещину на проломленном черепе, из которой вытекала кровь. Мы прошли дальше и увидели паучью кладку, возле которой дремало еще одно огромное насекомое. Боцман с оставшимся матросом взяли сеть и начали подкрадываться к ничего не подозревающему пауку. Они махнули сетью, и через мгновение тот был пойман. Туземцы, выскочив из укрытий, сделали два аккуратных выстрела по насекомому из своих оружий. Паук сделал несколько последних движений и тоже заснул крепким, ядовитым сном. Паучьи яйца оказались довольно увесистыми. В мешок влезало только одно. Каждому, кроме вождя, досталось по два мешка. Итого наша добыча составила десять яиц. И мы решили, что пора выбираться из паучьего логова. Обойдя спящего паука, мы вышли из пещеры и спустились с горы. Пройдя по протаренной дороге через джунгли, мы вернулись в деревню. Наконец-то кошмар закончился. На обратном пути я заметил, что ростки на плантации, которые только появлялись из земли в момент нашего ухода, сейчас превышали человеческий рост. Форма и необычность растения в целом заставили меня вспомнить о недавно приобретенном знакомстве. «Профессор!» — негромко себе поднос сказал я. Вероятно, в привезенном нами на остров мешочке были семена подобных растений, которые могли кормить все селение на протяжении долгого времени. Передохнув немного в деревне, мы снова отправились в путь. Только теперь подниматься предстояло в гору. Пройдя сквозь джунгли обратно к лодке, мы погрузили в нее добычу и отчалили от острова. Мы почти подплыли к кораблю. Меня сразу насторожило, что на палубе вместо привычного оживления происходит нечто странное. Вся команда сбилась в кучу и неподвижно стояла на корме. Я предположил, что капитан дает какие-то указания, но пока не мог понять, что конкретно происходит на судне. После некоторой паузы нам все же опустили лебедочный мостик и скинули лестницу. Перекинув на борт ценный груз, который стоил жизни трех матросов, мы начали забираться по лестнице. Поднявшись на достаточную высоту, я увидел то, отчего мои руки чуть не разжались и не отпустили перила корабля. На палубе лежал труп матроса с ножом в затылке. Я взглянул в его лицо и оцепенел. Легкая тошнота комом подкатила к горлу. У мертвеца была сломана челюсть и опустевшие открытые глаза, по которым уже ползали мухи. Все остальные члены команды, включая капитана Роджерса, собрались вокруг, сняв косынки и шляпы. Я пришел в себя от легкого удара по ноге от матроса, поднимавшегося следом за мной. Перевалив через борт, я подошел к остальным. На корабле царила непривычная тишина, без обычных свистков и перестукиваний, с помощью которых общались немые моряки. Эта тишина давила еще сильнее, чем происшедшая трагедия. Я еле сдерживался, чтобы не спросить, что случилось, или вовсе не заорать, лишь бы прервать тягостное молчание. Но тут я услышал спасительный шум. Толпа расступилась, и несколько человек выволокли одного матроса из трюма на палубу, держа его под локти. Несчастный мычал и вырывался, упирался ногами и падал на колени. К счастью, на подмогу к волочащим его парням поспели еще несколько. Связав бедолагу, они швырнули его прямо под ноги капитана. Все попытки подняться Роджерс пресек сам, тем, что наступил на матроса одной ногой. Окинув команду тяжелым взглядом, он сдернул с шеи свисток и долго и пронзительно засвистел в него. К капитану принесли его хлыст. Он поднял связанного матроса одной рукой и швырнул его прямо к основанию грот мачты. Примечание. Грот мачта. Судовая мачта, обычно вторая мачта, считая одно сосудно. Конец примечания. Несколько человек привязали подозреваемого к мачте, и он стоял, обхватив ее руками. Не стоило сомневаться, это был убийца. Но что сподвигло его на такой шаг? Вопросы снова начали въедаться в сознание, но все мысли будто рассыпались с первым ударом кнута капитана. На спине матроса проявилась красная полоса. Второй удар. И он, стиснув зубы, издал болезненный звук. Третий удар. На палубу брызнула кровь, и бедняга уже не в силах сдержаться, глухо замычал. Четвертый удар. Окровавленный кнут расплескал кровь по палубе. Пятый удар. Глухое мычание переросло в утробный крик. Под шестой и все последующие удары матрос орал глухим истошным ором, уже не переставая. По палубе хлистала кровь, и разлетались ошметки кожи. После десятого удара полумертвого матроса отвязали от мачты и куда-то уволокли. Очевидно, за решетку. Убитого им человека убрали с палубы и вечером должны были похоронить. В течение получаса палубу выдраяли от крови, и боцман выкатил из глубин трюма большой бочонок Рома, чтобы вся команда помянула погибшего. Каждый подходил к бочонку и наливал себе стоявшую на нем общую кружку. Кто-то крестился перед тем, как выпить. Когда последний член команды отошел от бочонка, капитан вышел на палубу и сделал еще один протяжный свисток. Вечером, после похорон, которые прошли в соответствии со всеми морскими традициями, вся команда улеглась спать. Мне уже выделили гамак, чтобы я спал вместе с остальными. Расположившись в нем и закрыв глаза, я попытался заснуть. После всех приключений сегодняшнего дня приятное забытье не заставило себя ждать. Но морфей, который призван был охранять мой сон, видимо, еще не успел выйти на вахту, как меня разбудил резкий толчок. Это один из матросов проходил мимо и задел мой гамак, вырвав меня из глубокого сна. Какое-то время не мог сообразить, какое сейчас время суток. По моим расчетам была глубокая ночь. Почему же на палубе тогда царил такой ажиотаж? До меня донесся топот ног и звук сигнального свистка. Меня начинал раздражать тот факт, что я не могу оперативно сориентироваться, что происходит, что мне даже не у кого спросить об этом. Быстрого ответа мне все равно никто не сможет дать. Мне пришлось выйти вместе с остальной командой на палубу. Пробравшись сквозь толпу, я увидел, как боцман стоит напротив грузового трюма, а в руках у него огромное заряженное ружье, нацеленное прямо на дверь. Что же, черт побери, происходит? Может быть, сбежал заключенный? Было довольно прохладно и хотелось спать. По этой причине мысли едва ворочались в голове. Оглядевшись, я увидел, что большинство членов команды вооружены. Столько оружия для поимки одного полудохлого разбойника! На редкость странная ситуация. Но тут все прояснилось. Я услышал до боли знакомый паучий стрекот. Вероятно, одна из тварей каким-то образом пробралась на корабль. Я рванулся с целью добыть себе хоть какое-нибудь оружие. Вбежав в оружейный склад, я подобрал маленький кинжал и заткнул его за пояс. Затем взял пистолет, предварительно проверив, заряжен ли он. Оглядевшись, я увидел сеть. Выбежав с ней на палубу, я дернул одного из матросов, и мы поднялись по лестнице на носовую часть корабля. Мы свесили сеть прямо перед дверью в грузовой трюм. Так что теперь боцмана, помимо ружья, отделяла еще какая-то преграда. Теперь уже вся команда нацелилась на источник опасности. Капитан толкнул нескольких человек, чтобы они открыли трюм. Те аккуратно и боязно подошли к краям двусторчатой двери и, дотянувшись до ручек, резко распахнули ее. Команда на палубе дернулась. Но ничего не произошло. Все стояли и всматривались во тьму склада. Через мгновение оттуда резко выпрыгнул паук и попал прямо в сеть. От неожиданности все выстрелили в него практически одновременно. Паука детеныша разорвало в клочья. Вероятно, наш груз вылупился раньше времени. «Там их еще девять!» — выкрикнул я. Боцман поднял голову и взглянул на меня. «Надо взрывать!» — он взглянул на капитана. Тот кивнул головой, и боцман выхватил из-за пояса стоящего рядом матроса шашку, поджег ее и кинул в открытую дверь. Все разбежались. И через несколько мгновений раздался взрыв. Одно из черных созданий все же уцелело. Выскочив наружу, оно миновало сеть и впилось в ногу одному из матросов. Тот глухо замычал, пытаясь снять его, и тут прозвучал выстрел. Лапы паука обвисли, и матрос кинул его с себя. Все в ожидании смотрели на укушенного. Несчастный поднялся на ноги, но почти сразу зашатался, и его начало рвать. Через мгновение он упал замертво. Действительно, сильный яд. Убедившись, что все твари мертвы, команда навела на палубе порядок, разбрелась по своим местам и продолжила свой сон. Маленький Леонард, восьми лет от роду, сидел у края причала в одном из портов Атланты. Он играл с маленькими рыбками и прочей живностью, которую выбрасывала прибоем из Атлантического океана, тыкая в нее палкой и с любопытством разглядывая. На краю причала также сидел и старый матрос, вокруг которого крутились дети постарше. Они просили его. «Дядя Джим, расскажи, расскажи, пожалуйста!» «Ну хорошо», — сказал старый моряк и затянулся трубкой. Леонард тоже заинтересовался и подошел поближе, чтобы послушать байку бывалого мореплавателя. «Вы когда-нибудь слышали о смертельном свисте в море?» — спросил у ребят дядя Джим. «Существует легенда о загадочном тумане, который заглатывает корабли, а выплевывает лишь доски и щепки. Многие моряки боятся его, как огня. Некоторые выжившие рассказывали, что перед тем, как увидеть тот самый туман, они слышали долгий протяжный свист. Говорят, что это капитан призрачного корабля будил свою команду, и в зловещей тишине посреди непроглядного тумана они утаскивали все добро на тот свет и пускали корабли ко дну. Корабль призрак так и прозвали — «Виссл». «Вспомнил!» Я подскочил и свалился с гамака на голые доски. «Как я мог забыть эту историю?» Несколько спящих рядом матросов проснулись и непонимающе взглянули на меня. Рассвело. Наверху вновь царило возбуждение. Мне пришлось слезть с гамака и подняться. Выйдя на палубу, Боцван швырнул мне какую-то тряпку. Это оказалась повязка для лица с проделанными в ней отверстиями для глаз, в которые были вставлены маленькие круглые стекла. Надев ее, я увидел вдалеке точку. Похоже, это был корабль. А может, просто стекло было грязным. На палубу выкатили несколько бочек, в каждой из которых торчала по длинной палке с ручками на конце. Через минуту поднялись заслонки и на палубу выкатились пушки, приведенные в боевую готовность. Команда стояла, вооруженная до зубов, а на вершину грот-мачты поднялся «Веселый Роджер». Примечание. «Веселый Роджер. Пиратский черный флаг с черепом человека и костями». Конец примечания. «Торговое судно, капитан?» Ухмыльнувшись, задал я про себя вопрос. «Виссл. Это пиратский корабль из легенд». Не успел я подумать об этом, как боцман нажал на ручку, торчавшую из ближайшей к нему бочки, и оттуда вырвался столб дыма. А вот и туман. Через минуту он окутал весь корабль. Когда мы подплыли ближе к жертве, боцман нажал еще одну ручку на очередной бочке. Наверняка судно, к которому мы подбирались, не видело никакого корабля, а только тот самый зловещий туман непонятного происхождения. Совсем скоро несчастные попадут в нашу ловушку. Но перед этим капитан Роджерс встал на носовой борт корабля и засвистел свисток. Звук был необычным и глуховато низким. Я такого никогда раньше не слышал. Наступила адская тишина. Она давила на меня, как будто я сидел в банке. Вся команда собралась у левого борта. Я почувствовал сильный толчок. Наш корабль ударился о другой. На соседнем судне кто-то прокричал. «Кажется, мы во что-то врезались». Почти сразу же с той палубы послышались вскрики умирающих людей. Вероятно, наша команда была уже там. Вскоре все стихло. И капитан дал еще один свисток. Видимо, он означал конец операции. Дым рассеялся, и я увидел захваченное судно с кучей трупов и стоящую над ними команду с поднятыми кверху клинками. Мы перетаскали все ценное на висл, пополнили свои запасы провизии, после чего пробили дно ограбленного корабля, заметая следы. Вечером намечалась буйная пирушка. Капитан стоял в центре палубы, на огромной бочке и играл на скрипке. Вся команда сидела вокруг, пила ром и наслаждалась музыкой. Надо отдать должное таланту Роджерса. Его игра действительно была великолепна. Несмотря на темноту, я заметил, что дверь в каюту капитана открыта. Во мне зажглись огоньки любопытства. Захотелось узнать побольше о корабле и его владельце. Я должен попробовать. Незаметно. Пока команда и сам капитан праздновали на палубе, я пробрался в каюту. Мне нужен был судовой журнал или дневник капитана. Где он мог хранить его? Обойдя его письменный стол, заваленный кучей бумаг, я наугад открыл одну из полок. Ага! Кожаный дневник, на обложке которого была выдавлена надпись «Виссл», лежал посередине. Взяв его в руки, я принялся читать. На первой странице было только имя Вудс Роджерс, а на следующих небольшая история, написанная рукой капитана. Я знаю, что играть с богиней судьбы опасно, но не подозревал, что все настолько серьезно. Мы высадились в порту судьбы и направились к могущественной колдуньи, которая обитала глубоко в лесах и непроходимых болотах. Найдя ее, мы заключили с ней сделку, что добудем какую-то статуэтку, а взамен она расшифрует нам старинные языки, которые были на одной карте. Выполнить свою часть сделки нам не удалось. Я подумал, черт с ней, с этой колдуньей. Мы получили, что хотели. Она еще, помнится, пожаловалась, что я слишком криклив и смел в высказываниях. Спустя какое-то время, когда мы были в море, команда обнаружила мертвого пса, лежащего посреди палубы. У животного был открыт рот и отрезан язык. Я еще подумал, откуда взялась эта псина посреди моря. Первые мысли были о бунте, но вечером на нас напали. Всю нашу команду застали врасплох и начали пытать. Каждому из нас они вырезали языки. Некоторым пихали раскаленную кочергу в глотку и выжигали голосовые связки. В тот вечер, с нашего корабля ничего не пропало, кроме наших голосов и речи. Наши мучители оставили нам записку, что впредь мы должны служить колдунье добросовестно, иначе это только начало. В конце шла новая запись, помеченная сегодняшней датой. Почти двадцать лет мы были на службе у колдуньи и плавали возле ее порта. Долг выплачен. Она должна отпустить нас. Что значит отпустить? И куда? Черт! Зачем я влез сюда? Теперь все еще больше запуталось. Я стоял возле стола капитана в замешательстве, пока не услышал, что он закончил играть. Это означало, что пора было поскорее покинуть каюту. Я вышел на палубу и замер от удивления. Да что там? Увиденное поверкало меня в шок. Капитан, держа смычок и скрипку, стоял в центре, залитой лунным светом палубы, и смотрел наверх. А члены команды, разойдясь в разные стороны, как одурманенные, перешагивали через борт корабля и падали в воду. После того, как последний пират перевалил за борт, капитан, разжав руки, бросил свой инструмент, взглянул на меня и тоже двинулся по направлению к борту. Несколько мгновений и он скрылся из виду. Я подбежал к месту его падения и посмотрел вниз. Вся команда расплывалась в разные стороны. Еще несколько часов судно дрейфовало в море. Управлять виссел в одиночку мне было не по силам, и я просто сидел на палубе и глушил ром. Погода начала портиться. Вскоре послышался ночной гром, вдалеке засверкало и начал капать дождь. Спустя какое-то время в море начался шторм. Я подумал, это конец. Лежать на палубе стало невозможно из-за качки. Я поднялся на ноги и подошел к борту корабля. Вдалеке горели огни какого-то порта. Пока я стоял и вглядывался в них, не заметил, что качать перестало. Но внезапно судно сильно наклонилось. Обернувшись, я увидел волну, которая поднялась выше мачт корабля и готовилась накрыть меня. Глава третья. Порт судьбы. Огромная волна разломала корабль в щепки. И то ли это действие Рома, то ли я вправду видел то, что видел. Но она напомнила мне огромную руку. Я даже как будто разглядел пальцы. Удар был колоссальный. Последнее, что я увидел и запомнил, это вода и пузыри перед глазами. — Эй, ты! Поднимайся! Я очнулся от сильного удара в спину. Кажется, я снова лежал на берегу весь промокший. Что случилось? Как я здесь оказался? Ах да, корабль! Неужели меня выбросило на берег? Приподнявшись, я заметил, что снова остался без сапог. Видимо, терять обувь у меня уже вошло в привычку. Я сел на песке, держась за голову. И тут кто-то недовольно пробурчал. — Ты чего здесь валяешься? Еще один упившийся! Я попытался собраться с мыслями и прийти в себя. Обернувшись, я увидел перед собой незнакомого парня, примерно моего возраста или чуть помладше. — Где я? Собравшись силами, прохрипел я. — Там, где тебя быть не должно. Убирайся отсюда! Я услышал, как кто-то хлопнул дверью. — С кем ты разговариваешь, Джим? — на ходу спросил кто-то, приближаясь к нам. — Фактически, не с кем, а с чем, ухмыльнулся парень. — Кто вы, мистер? И почему вы здесь лежите? Мужчина подошел вплотную. Он старше нас обоих и держал в руках белое полотенце. Корабль, на котором я плыл, разнесло в щепки. — Господи, нужно скорее помочь вам. — Джим, помоги мне. Мы должны отнести его в таверну. Меня взяли под руки и повели от берега в деревянное здание, располагавшееся неподалеку. Я изрядно наглотался воды. Казалось, она наполнила меня до краев. Уши и глаза безумно болели, не говоря уже о желудке. Я с трудом разглядел вывеску, качавшуюся над входной дверью. На ней красовалась надпись «ДЕСТИНИ» и была изображена кружка. Примечание ДЕСТИНИ СУДЬБА Английский Конец примечания Мы вошли внутрь. Меня провели по залу со множеством столов и, поднявшись по нескольким ступенькам, мы подошли к барной стойке, которая находилась в противоположной стороне от входа. Меня усадили за стул. От соленой воды дико мутило. Пить морскую воду никак нельзя. Рискуешь прополоскать себе все внутренности. Хотя после дрянного рома мне это не помешало бы. — Очень тошнит, — взявшись за живот и скрючившись, сказал я. Мне указали на уборную, в которой я провел некоторое время. Выйдя из нее, я снова сел за барную стойку. — Вам лучше? — поинтересовались мои спутники. — Да, спасибо. Я попытался изобразить улыбку, но получилась скорее вымученная гримаса. — Что это за место? — спросил я у мужчины. — Вы находитесь в порту Дэстинни и одноименной таверне, которую держим мы с моей женой и сыном. Правда, сейчас на острове не самая благоприятная обстановка. Повсюду пропадают люди. Но не стану пугать вас. Мы не имеем к этому никакого отношения, и отсюда еще никто не пропадал. Так что мы можем предложить вам одну из гостевых комнат наверху, пока вы не придете в себя и не наберетесь сил. — Благодарю. Я был бы очень признателен. Меня проводили на второй этаж, где располагалось три комнаты. Поднявшись по лестнице и повернув налево, мы прошли в крайнюю дверь. Зайдя в свой номер, я буквально рухнул на кровать от слабости. — Отдыхайте. Коротко бросил владелец таверны и вышел. Я откинул голову на подушку и расслабился. В голове роилось множество мыслей. — Порт судьбы. Именно о нем упоминалось в дневнике капитана Роджерса. Вот возле какого порта они плавали все это время? Интересно, что за колдунья здесь обитает? Может, она расскажет мне о картине, которую я видел на том корабле? Отдохну немного и разузнаю у приютившего меня милого семейства о том, где можно найти ведьму. Я перевернулся на живот, уткнулся лицом в подушку, закрыл глаза и через минуту уже спал. Я снова оказался на свисте перед каютой капитана. И мне опять захотелось войти внутрь. Зайдя, я увидел, что все изменилось с прошлого раза. Совсем другая обстановка. Было очень пасмурно, и внутрь почти не проникал свет. Но вдруг сквозь облака на мгновение выглянуло солнце, и я узнал интерьер моего корабля. Это была каюта Purple Seagull. Как же я обрадовался, увидев что-то родное и любимое моему сердцу. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что объект моих беспрестанных дум, та самая картина, висит на одной из стен. Я рванулся в ее сторону, но едва сделал шаг, как услышал знакомый свисток капитана Роджерса. Я не сразу понял, откуда он доносится, и в поиске источника звука начал хаотично оглядываться по сторонам. В итоге махнул рукой и снова обратил все внимание на картину. Но не прошло и мгновение, как сзади раздался звук хлыста. Он обмотал мою шею. Стало трудно дышать, и я схватился за конец хлыста, судорожно пытаясь избавиться от него. С трудом развернувшись, я увидел, что рядом со мной в каюте никого нет, а хлыст тянется из дверей по коридору на палубу. Меня вытащило хлыстом наверх, и вот я вишу на нем, болтая ногами, как висенник на веревке, а капитан Роджерс, ростом с пятерых человек, держит рукоять хлыста в руке и хохочет, громко и заливисто. От этого зловещего хохота вода вокруг забурлила, в небе собрались тучи. Начался шторм. Волны уже захлестывали палубу, становясь все сильнее и сильнее. Корабль начал раскачиваться, а хохочущий Роджерс становился все больше и больше, пока под его тяжестью доски палубы не проломились, и мы не пошли ко дну вместе с кораблем. Перед глазами снова возникла знакомая пена и пузыри. Закружились обломки судна. Но после того, как все рассеялось, я увидел лежащую на дне картину. От нее пронеслась подводная волна, которая оглушила меня, и я как будто изнутри услышал женский голос. «Леонард, я жду тебя!» Резко очнувшись, я понял, что нахожусь в безопасности в комнате таверны. Я весь покрыт холодным липким потом. Сердце бешено колотится. Закрыв глаза, попытался снова уснуть, но страх опять оказаться в объятиях кошмара оказался сильнее. Полежав какое-то время, я поднялся с кровати и понял, что уже утро. По сравнению со вчерашним днем, самочувствие улучшилось, но тело все равно немного ломило. Видимо, сказались ночные кошмары. Я подошел к окну и, распахнув занавески, выглянул наружу. День был пасмурный, как и предыдущий. Кроме заднего двора, на котором был разбросан всякий хлам, лежали доски, деревянные ящики и пара лодок. Смотреть было не на что. И, развернувшись, я направился к двери. Дернув ее, я понял, что она заперта снаружи. Оглядевшись по сторонам, я увидел сервант с полками. Порывшись в них, я отыскал там тонкий нож для вскрытия конвертов и небольшой согнутый наполовину заржавевший гвоздь. Непонятно, для чего он там хранился, а также небольшой ключ. Ключ не подошел, и мне ничего не оставалось, как вскрыть дверной замок. Через пару минут возни он поддался, и я ощутился на свободе. Интересно, зачем меня заперли? Постояв немного и подумав, пригодится ли мне ключ, я все же взял его с собой. Бросив нож с гвоздем обратно на полку, я прикрыл за собой дверь комнаты и направился к бару. Хозяин таверны был уже на ногах. Он руководил готовкой, временами забегая на кухню. В зале сидело несколько посетителей, о чем-то негромко беседуя. Я спустился с лестницы и, пройдя по первому этажу, подошел к барной стойке. «Доброе утро!» сказал я, остановившись прямо перед ним. «О, доброе!» «Вы уже встали?» «Хотите чаю?» «Да, с удовольствием». Я присел на барный стул. Меня кто-то запер в комнате. «Да, извините. Это простая мера предосторожности. Мы ведь о вас ничего не знаем. Да и вам было бы спокойней. Как, кстати, вы выбрались?» «Спокойней, говорите». Дверь была не до конца захлопнута. «Ясно. А как ваше имя, молодой человек? Ведь мы вчера так толком и не представились друг другу. Хотя, учитывая ваше состояние... Мое имя Леонард Эдден. А как к вам прикажете обращаться? Можете звать меня Ричардом. Полностью Ричард Эдвардс. Моего сына вы уже видели. Его имя Джим. А мою жену зовут Каталина. Они сейчас в отъезде. Скажите, Ричард, «А вы не видели каких-нибудь обломков, выброшенных на берег? Или еще чего-нибудь?» «Нет, ничего», – пожал плечами хозяин таверны. «Хотя, постойте-ка». Он сунул руку за барную стойку и достал табличку с названием «Моего погибшего корабля». «Вот это валялось на берегу. Может, вам будет интересно?» «Да, эта вещь принадлежит мне». И я протянул руку. Выпив немного довольно вкусного чая, я решился спросить у хозяина про колдунью, которая обитает в здешних местах. Ведь он, как местный житель, должен был знать о ней. Я дождался, когда посетители таверны заплатят по счету и уйдут, и тихо обратился к нему. «Скажите, Ричард». Он внимательно посмотрел на меня. «Вы не могли бы рассказать мне о волшебнице, которая обитает в здешних местах?» «Давно я не слышал, чтобы не кто-то интересовался здесь. А зачем она вам?» «Она может помочь мне в одном вопросе». «Вопросы, вопросы...» Эдвардс задумчиво потоптался вокруг бара, делая вид, что он занят. «Я думаю, есть один человек, который сможет вам помочь». И он рассказал мне о старом рыбаке, который когда-то водил к ней людей, чтобы они решали с ней свои мистические дела. Но снова напомнил, что в городке сейчас неспокойно, пропадают люди. Не обратив внимания на это предостережение, я расспросил, как найти рыбака и хотел незамедлительно отправиться к нему, но мистер Эдвардс заявил, что не отпустит меня в таком виде. Он долго, чертыхаясь, возился с дверью чулана, пока я не предложил ему воспользоваться ключом, найденным в комнате. На вопрос, откуда я взял его, я решил соврать, заявив, что нашел его на полу. Ключ, разумеется, подошел, и мистер Эдвардс, порывшись, извлек из недр чулана старые, покрытые слоем пыли, сапоги из кожи и не менее пыльную кожаную сумку. Все это когда-то принадлежало его сыну, сообщил хозяин таверны, но теперь за ненадобностью мертвым грузом лежало среди многочисленного хлама. На сапогах был вышит красивый узор. Наверняка они имели запредельную цену. Также у Эдвардса нашлась на меня подходящая кожаная куртка. Я воспринял это как бесценный дар. Каждый моряк обычно имел в своем распоряжении лишь один комплект одежды и носил его до тех пор, пока он не сотрется в лоскуты. По мокрой палубе удобнее всего было передвигаться босиком. И как на флоте, так и на службе пиратского корабля все выглядели практически одинаково. Правда, на пиратском судне была возможность обновить гардероб за счет жертв, но кому захочется надевать на себя окровавленную и изрубленную при абордаже тряпку? Дорогие же вещи обычно считались общим трофеем и сбывались в портовом рынке. Так что щедрость мистера Эдвардса не знала границ. Отблагодарив его всеми лестными словами, которые я только знал, и спрятав в сумку свою табличку, я отправился к тому самому рыбаку, который должен был помочь мне разыскать колдунью. Выйдя на улицу, я окунулся в весьма мрачную обстановку, царившую в порту. Стояла промозглая пасмурная погода, так что куртка, подаренная мне мистером Эдвардсом, пришлась очень кстати. Рыбак, о котором он говорил, жил на противоположной стороне порта. Двигаясь в нужном мне направлении, я наблюдал за малочисленными жителями города и разглядывал странные дома с заколоченными ставнями. Иногда мне даже казалось, что они заброшены, но сквозь закрытые окна почти везде пробивался свет пламени от свечи или лампы. Редкие прохожие, попадавшиеся навстречу, с опаской и настороженно смотрели на меня, стараясь не пересекаться со мной взглядами. А дамы в платьях попросту меня игнорировали. Наверное, это события последних дней, связанные с пропажей людей, так повлияли на жителей этого городка. Наконец я добрался до намеченной цели. Дом рыбака представлял собой старое, но довольно крепкое деревянное жилище с пристройкой, внутри которой были развешаны сети и всякие принадлежности для их изготовления. Возле дома лежала разбитая лодка. Судя по одной из сломанных досок, она была повреждена совсем недавно. Подойдя к двери, я несколько раз постучал по ней кулаком. — Кого там еще черт принес? — послышался хриплый голос из глубины дома, и через мгновение дверь открылась. За ней стоял сутулый старик. Увидев меня, он слегка удивился. — Чего тебе? — спросил старик. — Дело есть. На мгновение растерявшись, ответил я. — Не нужно мне от тебя никаких дел! — отрезал старик и попытался закрыть дверь, но я уперся в нее рукой. — Стойте, стойте! Мне нужно узнать у вас дорогу к колдунье. — Колдунье! Забудь про нее, парень! И он все же захлопнул дверь перед моим носом. Слегка озадаченный, я отошел от дома и сел на невысокое крыльцо, размышляя, что делать дальше. Мой взгляд упал на пробитую лодку. Скинув сумку и куртку, я подошел к ящику с инструментами и, найдя пару досок, паклю и смолу, принялся заделывать дыру. Через час пробоина была оликвидирована, и я сел на край лодочного борта. Внезапно дверь отворилась, и оттуда выглянул старик. Сказав, заходи, он кивнул головой на порог и скрылся в глубине дома. Я вошел внутрь. Хозяин сидел за столом. Я присоединился к нему и, выжидающе, посмотрел на старика. «Ладно, я помогу тебе», промолвил он. «Но это очень опасно. Как само желание, так и путь к нему. Отвезти тебя к колдуньи лично я не смогу. Я мог бы указать тебе дорогу с маяка, который находится неподалеку. Но тварь, которая там обитает, не даст попасть внутрь. Мне кажется, что именно она причастна к исчезновению горожан». «И что это за тварь?» «Я точно не знаю. Она похожа на огромного волка, но также имеет повадки человека. Я заметил ее еще до того, как начали исчезать люди и чуть не стал первой жертвой. Я как раз проходил мимо маяка, когда столкнулся с этим чудовищем нос к носу. От страха я споткнулся о ветку и упал, уронив светильник. Лампадное масло вспыхнуло и отпугнуло зверя. Мне повезло, но он не успокоился и начал утаскивать горожан по одному. За месяц пропало уже семь человек. «Значит, нужно остановить его?» «Ты ли еще юн или глуп?» «Раз лезешь туда, где тебе запросто могут оторвать голову?» «Здешних торговцев не беспокоят судьбы жителей, от которых они не зависят. Хотя маяк давно не зажигался и суда проплывают мимо. Может, попробовать убедить их в том, что им нужен маяк, и они направят туда свою охрану. Но они уверены, что он вовсе не работает. Значит, мы должны просто зажечь его. Как все легко в твоих речах! Покажи мне, где он находится, решительно сказал я. Нет, ты явно глупец. И чего я иду у тебя на поводу? Старик был явно недоволен. Но тем не менее он порылся в своем хламе и дал мне небольшую банку с лампадным маслом, сказав, что огонь должен отпугнуть тварь. Потом извлек откуда-то зажжавевшую шпагу и тоже вручил мне. Мы прошли через небольшой городок и оказались на небольшой площадке, откуда виднелся маяк. Вооруженный, я отправился в его сторону. Старик благодарил меня вслед за починку лодки. И тут же тихо себе под нос еще раз обозвал меня глупцом, что было весьма неприятно. Пройдя по тропинке через небольшой лес, я вышел к маяку. Вход в него был выбит прямо в камне у основания скалы и напоминал пещеру. Интересно, где сейчас зверь? Это мне и предстояло узнать. У самого входа на стене в металлический держатель был вставлен факел. Аккуратно достав его, стараясь не издавать лишних звуков, я собрал из сухих листьев и веток будущий костер ловушку и облил все лампадным маслом. Чиркнув шпагою о камень, я извлек искры и поджег факел. Пора было идти в темную пещеру, где на каждом углу меня могла поджидать смерть. Я начал медленно пробираться внутрь. Обнажив заржавевшую сталь, я ожидал нападения чудовища в любой момент и с любой стороны. Я прошел уже достаточно далеко, но признаков зверя или любой другой живности не наблюдалось. Внезапно я почувствовал запах помета, а нога уткнулась в какие-то деревяшки, обмотанные в тряпки. Поднеся факел к земле, я разглядел обглоданный череп и кости человека в синей рубашке. Теперь понятно, куда пропадают горожане. Неужели миф про зверя — это не вымысел старого рыбака? Страшный рык совсем рядом окончательно рассеял мои сомнения, и через мгновение я, подняв голову, увидел в нескольких шагах от себя два горящих звериных глаза. Зверь начал стремительно приближаться. Я изо всех сил сжал шпагу. Махнув перед собой своим заржавевшим оружием в надежде ранить зверя, я услышал ляск шпаги по его когтям. Зверь с ревом отскочил в сторону. Я стремительно рванул по направлению к выходу, слыша за спиной его тяжелое дыхание. Внезапно, когда я уже почти выбежал из пещеры, громкий топот позади меня прервался, и я понял, что зверь совершил прыжок. Мне ничего не оставалось, как проделать такой же маневр, и, пролетая над заготовленными заранее промасленными ветками, я ловко ткнул в них факелом. Зверь приземлился прямо в середину ловушки, и, пропитав свои лапы маслом, вспыхнул практически одновременно с костром. Издав хриплый вой, он заскулил и бросился в густые заросли леса. За ним тянулся шлейф искр и запах паленой шерсти. С виду он был действительно необычен. Отдаленно он напоминал человека на четвереньках, только с волчьей мордой, с гривой на спине и с густой коричневой шерстью. Он, без сомнения, был напуган, но велика была вероятность, что, залезав раны, он через какое-то время вернется сюда. Я поспешил внутрь пещеры. Обыскав кости, я нашел несколько мешочков с монетами. «Они мне еще пригодятся», — подумал я. «Мертвым редко выпадает возможность потратить деньги». Я продолжил изучать логово зверя. Проход в основании маяка оказался завален камнями, но под самым потолком пещеры я обнаружил небольшую площадку, через которую можно было пролезть в щель. Но забраться туда оказалось не так-то просто. Карабкаться по голым камням я не умел. Оглядевшись, я увидел старую сломанную телегу с одним колесом, стоящую у противоположной стены. Потребовалось немало усилий, чтобы докатить ее под площадку, на которую мне надо было залезть. Костер почти догаврел. Обернувшись, я увидел, что зверь вернулся и стоит перед входом. Его глаза горели диким, ненавидящим огнем. Мы оба, замерев, стояли и ждали, кто сделает первый ход. Я принял единственно верное решение. Резко опрокинул тережку и, заскочив сначала на нее, а потом встав на ручку, вытянулся во весь рост и попытался ухватиться за выступ площадки. Зверя спровоцировали мои действия, и он рефлекторно, наплевав на страх перед потухающим огнем, ринулся ко мне. Я схватился за выступ и поджал ноги, а чудище, промахнувшись, снесло тележку и с грохотом упало вместе с ней. Я уперся ногами в стену и, собрав последние силы, забрался на выступ. А необычное создание, не похожее ни на одно животное, которое я видел раньше, прыгало, царапая камни и безуспешно пытаясь достать меня. Вытаскивая булыжники из расщелины, чтобы увеличить себе проход, я швырялся ими в зверя. Но он ловко уворачивался и в бессильном гневе метался по пещере. Потом он успокоился и с видом оскорбленного достоинства прохаживался по своим владениям, наблюдая за мной. Видимо, решил дождаться, когда я слезу. Но проход теперь был достаточно велик, чтобы я смог пролезть туда и оказаться на той стороне завала. Туда зверь точно не доберется. Ползти по узкому лазу было довольно сложно. Временами даже нельзя было вдохнуть полной грудью, и в какой-то момент я испугался, что застряну и буду медленно задыхаться. Если, конечно, зверь не придумает, как достать меня оттуда. Сняв сумку и держа ее перед собой, я продвигался вперед, пока не уперся в остатки камней, которые лежали с противоположной стороны расщелины. Вытолкнув их, я выглянул наружу, и передо мной открылся вид на просторную комнату в основании маяка. На полу в шахматном порядке лежала черно-белая плитка. Стены были белыми, и, наверное, поэтому в комнате с одним небольшим окном было так светло. Спрыгнув вниз, я увидел, что завал под пирали сколоченные вместе доски и брусья. Без сомнения он был рукотворен. Слева у стены я увидел выступ метровой высоты, лестница от которого вела к закрытой двери. Больше здесь практически ничего не было, кроме нескольких камней, за которыми находился зверь, наверняка ждущий моего возвращения. И так назад пути не было. Я подошел к двери и дернул за красивую дверную ручку. Дверь была заперта. Здорово! Спустившись по лестнице к завалу, я взял камень поувесисти и изо всех сил ударил по ручке. Та согнулась пополам. Я повторил попытку. По пустому помещению разнеслось эхо от удара. Дверной механизм разломился надвое, и проход был свободен. Толкнув приоткрывшуюся дверь, я увидел лестницу, которая уводила наверх, в непроглядную тьму. Факел пришлось бросить на той стороне завала, так как пробираться с ним по расщелине было бы затруднительно. Деваться было некуда. И я начал свое восхождение наверх в полной темноте. Первые десять ступеней дались мне достаточно легко. Но, продвигаясь во мраке дальше, я уже практически перестал понимать, где нахожусь и куда двигаюсь. Я продвигался по лестнице, держась за стену одной рукой, а другую вытянув перед собой. Неприятное ощущение, что за мной кто-то наблюдает, появилось еще в начале пути. И с каждым новым шагом оно росло все сильнее и сильнее, пока не превратилось в банальный страх и желание обернуться. Но какой смысл был оборачиваться? Мне оставалось лишь взять себя в руки и успокаивать тем, что там никого нет. Вспомнив, что у меня на поясе висит шпага, я вытащил ее и выставил перед собой. Тихонько постукивая по каменной стене, я попытался ориентироваться на звук и определить расстояние, которое мне оставалось преодолеть. Так, спотыкаясь от ступеней и продолжая возвышение, я увидел впереди слабый отблеск света. Я уже начал видеть ступени, как, пройдя немного по дуге, натолкнулся на окно. От непривычки я зажмурился, потом остановился, вдохнул свежий воздух и постарался морально настроиться на дальнейший подъем. Вскоре я снова оказался в темноте и, удаляясь от спасительного источника света, задавал себе вопрос, «Когда же я, наконец, заберусь наверх?» Я поймал себя на том, что злюсь на строителей, которые создали этот маяк. «О, еще одно окно!» Как раз вовремя, а то я начал думать, что медленно схожу с ума. Я старался отвлечь себя от темноты разными мыслями, кружащимися в голове, и тем, что мне надо лишь ритмично подниматься по ступеням. Оставалось совсем чуть-чуть. Я чувствовал, как у меня начинают уставать ноги. На последнем пролете я оступился и упал, расторапав себе все локти об ступеньки. Но, наконец, мои мучения подошли к концу. Передо мной забрежил свет от выхода на вершину маяка. Я ускорился и, выскочив наружу, распрощался со страшным чувством преследованием. Выскочив из проема в полу, я упал от усталости и несколько минут лежал, стараясь отдышаться. Собравшись силами, я поднялся и подошел к краю площадки, решив первым делом изучить окрестности с высоты. Маяк на острове был достаточно внушительных размеров для такого небольшого города, но с его вершины я увидел еще один небольшой порт, который находился за холмом. Чуть дальше от берега стояли внушительных размеров дома, по своим масштабам напоминающие замки. Все остальное пространство острова заросло густым лесом. Вдоволь налюбовавшись величественными просторами, я занялся тем, ради чего, собственно, сюда пришел. Надо было разобраться, как работает маяк. В центре верхней площадки под навесом находилась металлическая подставка, на которой был насыпан уголь и закреплен необычный механизм. Он представлял собой соединенные между собой четыре стекла, от которых вверх тянулся металлический стержень с шестерней. Перпендикулярно к нему был прикреплен еще один штырь. Сбоку от всей этой конструкции имелся маятник, качнув который, я привел в действие весь механизм, и стеклянный квадрат начал вращаться. В мое поле зрения попали несколько бочек и деревянный ящик с углем. Недолго думая, я разжег огонь в подставке в расчете на то, что его скоро заметят. Спрятавшись от ветра, который на вершине маяка был достаточно сильным, я принялся ждать исполнения последней части моего плана. Просидев несколько часов на вершине маяка, я услышал крики и выстрелы из винтовок. Поднявшись, я подошел к краю площадки и увидел, как несколько человек с ружьями стоят у входа в пещеру. Вероятно, это была та самая охрана торговцев. Они медленно подходили все ближе, целясь прямо вглубь пещеры. Вдруг внезапно раздался рык зверя, и люди с ружьями залпом начали палить в его сторону. Из пещеры раздался лай, переходящий в скулеж. Еще мгновение все стояли, не шелохнувшись. Потом один стрелявший решился сходить на разведку.